Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков SwissQuot». В рамках этой передачи мы смотрим, какие торговые идеи высказывали специалисты SwissQuot банка утром рано в 7.30 по Москве. И смотрим, что уже реализовано, что нет, во что можно войти прямо сейчас. Напомню, что SwissQuot банк – это швейцарский банк, который котирует огромное количество инструментов на финансовых рынках. Практически все, что нас интересует – это и крипта, и валюта, и фонда, и так далее. Давайте посмотрим, что SwissQuot банк видел сегодня утром, и определимся, какой получился результат. Сделать это легко. Под главным экраном есть баннер, называется он «СвистQuot банк, обзор рынков». Нажимаем на него, всех призываю нажимать на него, на этот баннер, в 7.30 утра. И смотреть, что из этого получится. Сначала нас просят нажать кнопочку, чтобы мы понимаем, что уходим за границу. Мы это прекрасно понимаем. Нажимаем «Continue», «Продолжить». Вот так, по ходу, и английский язык изучаем. Ты вместе. Сегодняшний обзор называется «Доллар-франк меняет направление вверх». Нажимаем на этот заголовок и попадаем на страничку самого обзора. Внизу нажимаем ссылочку «Русский», и у нас откроется обзор, ежедневный технический обзор рынка за 20 число на русском языке. Я сразу добавлю немножечко крупности, чтобы нам было видно хорошо. И давайте посмотрим. «Евро-доллар» меняет направление вниз. «Евро-доллар». Я чувствую возмущение Евгения Питерского, потому что, по нашей точке зрения, он должен идти наверх. Мы уже сразу с порога не согласны с этим прогнозом. Но давайте посмотрим, как выглядит «Евро-доллар». Сейчас 1.10.95 видят коллеги. Сейчас в моменте «Евро-доллар» 1.11.16. Направление пока не в нашу, скажем, сторону. Цель не достигнута. Сильный уровень поддержки не пробит. Ну и в нашу сторону пока не движется. 50 на 50, скажем так. И сейчас, понятно, никто не скажет, поскольку тупо стоим на поддержке третий день. Сейчас, понятно, никто вам не скажет, куда что двинется. Но вот, коллеги, «Евро-доллар» видят вниз. Я вижу вверх. Ну, вы знаете, евро-доллар у меня купленный. Далее, коллеги. «Фунт-доллар». Также вниз видят наши коллеги из «Евро-доллар». 1.29.55. Давайте откроем фунта. Фунт пошел в нашу сторону. Если еврик пошел в сторону свисткота, то фунт пошел в нашу сторону. Он растет. Причем он растет после двух дней стучания в поддержку. Верю. Верю здесь. Если по евро в моменте не могу сказать, то здесь верю. Посмотрите на часовом графике. Прокололи и все. Вот такое постепенное, последовательное возвышение. Она очень устойчивая. Если резкий шпиль может, вы видите, здесь шпиль вверх и резко вниз. То здесь таких резких колебаний, ну, может быть, конечно, фундаментальный фактор какую-то роль сыграть. Но, как правило, вот такое восхождение, оно имеет все шансы на дальнейший рост. Так что, в данном случае, я больше за покупку. Понятно, что время меняется. Как бы утром одна картина, сейчас другая. Доллар, японская иена. 109.50. Давайте смотреть. Нет, пока идет движение вниз, но оно достаточно такое спокойное. Нет, здесь тоже не скажу. Тоже сильный уровень поддержки здесь на пороге. Вверху поддержка, внизу поддержка. Слушайте, а мы не вступили в период боковиков вообще? Нет? Тут скоро уже цели нельзя будет ставить, потому что везде будет боковик. Доллар, франк. Видят коллеги наверх. 0.98.20. Смотрим. Франк. Франк сегодня плюсует. До цели еще не дошли, но местоп его вытащили. 0.98.0.7 показали. На мой взгляд, можно дальше постоять, потому что явно хорошее движение. Может быть, самое мощное движение доллара сейчас в моменте по франку. Так что да, с этим прогнозом согласен. Считаю, можно до цели постоять. Доллар канадец 1.3165. Давайте смотреть. Да, лезет наверх. Цель еще не достигнута, но идет уверенно достаточно. Доллар по канадцу. Нефтюшка явно в минусе. Сейчас мы ее посмотрим. Видимо, это и усиливает. Я его продал. Я его продал. Вчера у вас на глазах. Я в рамках общего ожидания снижения доллара. Но вот и по канадцу, как и по франку, доллар удивляет. Доллар удивляет. Никакие импичменты его не смутили. Лезет наверх. Ну, хорошо. Хорошо. Так что свисткот банк определил направление верно. Постоять наверх до 1.3165, на мой взгляд, вполне себе легитимно. Австралийский доллар. Еще одна боль моего сердца. Вы знаете, я его давно продал. Жду вниз. А он лезет наверх. Сколько хотят они? 0.6920. В моменте 0.6891. Цель не достигнута. Но то же самое направление определено верно. В 0.69 мы стучались уже. Так что можно постоять, дождаться этой цели, раз уж так произошло. В чем ирония? По франку, по канадцу доллар растет, по австралийцу снижается. Но обе цели выглядят легитимно. Обратите внимание, что аналитики свисткот банка никаких корреляций между инструментами не делают. Они рассматривают каждую историю отдельно. Доллар, турецкая лира. Тренд остается обычным. 5.97. Ну, намек на то, что проблемы Турции настолько велики, что никакой им импичмент президента США не поможет. Но вот сегодня в моменте доллар, кстати говоря, уступает лире. Прорыв был сильный. А давайте, кстати, посмотрим здесь, где у нас отметочка. Вот мы на ней и стоим, друзья. Была сильная зона сопротивления. Теперь с нее начинается поддержка. 5.92. Пока 5.97 – это очень далеко. 500 пипсов. Но лирая ходит очень живенько, очень быстренько. Мне кажется, вот на этой точке могут остановить. Это очень сильная поддержка. Поэтому вот в этой ситуации я бы, например, рассмотрел возможности покупки доллара. Потому что сильную зону поддержки пробить вниз пока не получается. Прокололи, но откатываем. Да, здесь я с этим прогнозом соглашусь. Мне кажется, что проблемы Турции гораздо серьезнее, чем проблемы США в моменте. И это может быть единственная пара, по которой я бы сам готов зайти в домах. ДАКС видят наверх коллеги 13.315. Давайте смотреть, что по факту немецкий фондовый индекс растет. Направление верное. Есть куда еще пройти. Да, вполне в ДАКСе наверх постоять. S&P 500. 3.225 пунктов ждут коллеги. Давайте посмотрим. Вполне. Вполне. Да, пока в минусе в легком. Ну, если сейчас пробьют через эту отметку 32.07, полетим дальше наверх. Вниз, во всяком случае, сильно не дали. Верю в этот прогноз. Золото 14.84 наверх видят коллеги. Давайте смотреть. Уходили мы наверх выше, но пока ретест. Золото. И утром сказала, сейчас подтверждаю, можно брать пробой, ретест с точки зрения теханализа классика жанра. Я верю в дальнейшее движение наверх по золоту. Тем более, по доллару. То, что доллару удается расти по турецкой лире, не значит, что он сможет расти по золоту. Это совершенно разные инструменты. Серебро 17.17. Верю. Сразу говорю. Не знаю, какой рынок сейчас, но верю. Стоим на открытии. Но та же история. Пробой, ретест. Да. Серебро наверх. Верю, друзья. Движемся дальше. Сарая нефть. 61.60. Понятно. Да, получает тема тем. Коллеги, ну смотрите. Снизились. 60.41 в моменте. Но явно хотим вернуться. На часовом графике видим, да. Снизились. Поднялись. Снизились. Слой не обновили. Явно, явно хотим. Мне кажется, что нефтюшка должна подняться. Подняться и подтянуть за собой укрепление канадца. То есть доллар-канадец может подснизиться. А он у меня как раз и проданный. Ла-ла. Вот такие дела. Вот так, друзья, выглядит прогноз утренний от Свискотбанка. Целый ряд инструментов, на мой взгляд, можно стоять. Потому что сегодня очень много таких инструментов, в которых можно стоять. Направление выбрано верно. И я считаю, что заработать на этом вполне-вполне можно. При этом, если обратите внимание, я часто говорю, верю. Я вообще не понимаю на финансовых рынках слово знаю. А мне иногда говорят, ну вот, что же вы так выступаете, столько лет в бизнесе, там, с 97-го года. Все время я верю. Потому что, друзья, я больше, чем, так сказать, многие из присутствующих, знаю, что знать на финансовых рынках вообще ничего нельзя. Оно-то и вообще есть поговорка. Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Это действительно так. Все непредсказуемо в нашей жизни. Не то, что в трейдинге. В жизни. Ну, а в трейдинге, в частности, уж настолько многофакторное явление, настолько может повлиять и все, что угодно. И фундаментальный фактор, и крупный игрок, и чей-нибудь своп. Ну, то есть, вот крупный, я имею в виду, какой-нибудь мультинациональной компанией и так далее. А что все учесть невозможно, ну, во всяком случае, на нашем уровне. Вот, знает только тот, кто его делает. Кто контролирует финансовые рынки, такие люди есть, точнее, это организации. Вот они могут сказать, да, я знаю. А мы с вами рядовые трейдеры, имеющие информацию только из открытых источников, я верю. Вот для меня это вполне достаточно. Ну, а вы уже используете те термины и понятия, которые вам ближе. Спасибо, коллеги. Всем удачи, хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...